Работа по строительству нового социального объекта для пожилых людей и инвалидов началась в июле 2023 года. Трехэтажное здание на 1590 квадратных метров. На сегодняшний день здесь завершили железобетонный монолитный каркас, начали облицовку. Более 40% работ завершены. Все наружные сети проложены, то есть канализация, водопровод, трансоматорная станция, дизельная станция установлена. Блочно-модульная котельная установлена, очистные сооружения установлены и накопительный резервуар 50% уже выполнен. Социальный объект возводится в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение». Первый этаж у нас предназначен для персонала, административные кабинеты. На втором этаже у нас 10 палат по 3 койко-мест. На третьем этаже у нас получается по 2 койко-места, 10 палат. Итого вместимость данного объекта у нас получается 50 человек для 50 посетителей. Официально в Ингушетии зарегистрированы 700 одиноких пожилых людей, оставшиеся без присмотра родственников. Таких подопечных направляли в дом ветеранов сельского поселения Сурхахи, где заранее надо бронировать места из-за большого потока пациентов. Открыть еще один объект социального обслуживания людей старшего поколения в республике было необходимо. Кроме возведения нового здания благоустроят всю прилегающую территорию, где стационарные больные смогут совершать прогулки. Здесь планируют провести освещение, озеленить двор, обустроить зону отдыха. На возведение объекта выделено 205 миллионов рублей. Завершить строительство социального объекта планируется к декабрю текущего года. Микаил Тангеев, Абдулмажит Халухоев, Хамзат Халухоев, Магаз 24.